Добрый день! Сегодня мы будем готовить с вами плов. Конечно, плов приготовленный на открытом огне где-нибудь на даче, гораздо вкуснее приготовленного в домашних условиях. Но, тем не менее, дома можно приготовить его достойно. Нам понадобится полкилограмма риса, я его уже промыла в нескольких водах, полкилограмма моркови, я вот поезла ее вот такой вот крупной соломкой, чтобы вас не утомлять, а сделала это заранее. Две головки лука, 800 грамм мяса, у меня говядина, жирненькое мясо. Вообще, для плова лучше, конечно, мясо жирное. Ну, такое, какое вам нравится. Кто-то любит баранину, кто-то, может быть, свинину. У меня говядина. Одна головка чеснока, пару перчинок, приправа для плова, соль по вкусу и подсолнечное масло для жарки. Итак, приступим. В казане я раскалила где-то 200-250 грамм подсолнечного масла. Теперь в раскаленное масло мы отправляем мясо отжариваться. Масло должно быть обязательно раскаленным, чтобы мясо наше пожарилось. Лишняя вода выпарилась. Мясо у нас обжарилось. И теперь мы отправляем туда лук. Всё это делаем на большом огне. Именно жарим, а не тушим. Лук обжарился, стал мягким, золотистым. И теперь мы туда отправляем морковь. Морковь обжарилась, стала мягкой. И на данном этапе мы всё это подсаливаем. Сюда же отправляем приправу для плова. Всё это размешиваем. Всё это размешиваем. Добавляем немножко водички. Сюда же кладём чеснок, перчинку. Закрываем всё. И оставляем минут на 15, чтобы всё это протушилось. И делаем огонь медленным. Прошло 15 минут. Какая красота получилась. Запах. Всё это перемешаем. Не нужно сильно долго зажаривать, чтобы морковь не развалилась. Она должна быть вот такая целенькая. И теперь отправляем сюда рис. Кладём сюда чесночок, перчик. И аккуратненько заливаем водичкой. Горячей водой заливаем. Так, чтобы вода была примерно на сантиметр выше риса. Пробуем на соль. Если соли достаточно, значит не досаливаем. Если соли недостаточно, значит можно немножко досолить. И оставляем наш плов при закрытой крышке готовиться. Прошло 20 минут. Посмотрите, какой рис. Ничего не склеилось. Рисинка от рисинки отделяется. Ну просто красота. Достаём отсюда чеснок, перчик. Выключаем. И всё размешиваем. Теперь закрываем плов крышкой. Пусть он настоится минут 15. И будем дегустировать. Вот такой красивый рассыпчатый плов. И очень вкусный у нас получился. Если вам понравилось моё видео, поддержите меня подпиской. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго. До новых встреч.